Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» о событиях понедельника 3 октября вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габешия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 761 миллиард рублей на такую сумму Краснодарский край подписал соглашение на Международном инвестиционном форуме в Сочи. Итоги саммита подвел сегодня губернатор Вениамин Кондратьев. В этом году регион привез меньше проектов, однако сумма заключенных контрактов оказалась почти в три раза больше. Все инвестпредложения прошли государственную экспертизу. Площадки под производство уже имеют необходимую инфраструктуру. Это позволило отсеять так называемые проекты-пустышки. Мы заявляем эту цифру, что 761 миллиард, и мы дарим надежду нашим жителям, нашим населениям. И вот один раз подарим, а ничего не реализуем. И они опять скажут, что тут болтуны. Поэтому неважно, знаете, чтобы мы не цифры рапортовали, некрасивые там говорили слова и количество соглашений, или там то, что мы собираемся развивать, и что в районе появится. За нашими обещаниями и за нашими цифрами стоит надежда у жителей любого района, в столице, даже хутора и села, на новые рабочие места. Если кто воспринимает форум как какая-то федеральная тусовка, ну, я еще раз подчеркиваю, могут и воспринимать с других регионов. А для нас это не тусовка. Для нас это возможность найти, познакомиться с инвестором, в течение года его обработать, убедить, и на следующий форум, как я сказал, чтобы он зашел уже с конкретными соглашениями. На 15-м инвестфоруме в Сочи у края было минимум соглашения о намерениях. Регион привез реальные проработанные за год проекты. При этом почти треть предложений поступила от самого бизнеса. Необходимо, чтобы каждый из заключенных контрактов был реализован, подчеркнул губернатор. За этой общей информацией никогда не стояла никакой ответственности. А мне нужно, чтобы за информацией стояла ответственность. Дайте мне четкое понимание, кто отвечает за каждый рубль в этих 761 миллиарде рублей. Кто? Какое глава муниципального образования? И если вдруг мы не доберем 761 миллиард рублей, то вообще в вине. То есть конкретный алгоритм по каждому муниципальному образованию и по каждому контракту. Нам необходимо составить дорожную карту с указанием сроков реализации каждого мероприятия по реализации этого инвестфорума. Сколько там у вас в рамках проектов? Это количество проектов? Сколько? 200 проектов. Вот и начальство контроля, как минимум раз в три месяца, я думаю, в три месяца, докладывайте в целом по результатам реализации всех 250 проектов. На совещании обсудили возможный перенос проведения форума с конца сентября на другое время, как ранее предложил Дмитрий Медведев. Окончательного решения о новых датах еще нет. Калина Моисеева, телекомпания «ФКТ». На инвестиционном форуме Сочи представил четыре макета. Это зимний аквапарк, пешеходная зона променада Эмеретинской низменности на участке от мыса Константиновский до пешеходного моста через реку Мзымта, строительство единой многофункциональной телекоммуникационной сети связи и строительство мусороперерабатывающего комплекса. Какие проекты были в итоге подписаны в материале Татьяны Говорковой. Во время обхода стендов муниципалитетов Краснодарского края Вениамин Кондратьев остановился и у павильона Сочи. Губернатору рассказали об экономической привлекательности каждого из представленных проектов. Инвесторы по ним уже есть, но параметры по проектам еще будут уточняться в процессе их разработки. Так, в Сочи в 2018 и 2022 появятся два аквапарка. Один построят в Хостинском районе, недалеко от цирка. Его возведением займется компания «Империал». Стоимость аквапарка составит 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Вести его в эксплуатацию планируется уже в четвертом квартале 2018 года. Второй водный аттракцион расположится на территории Сочи парка. Стоимость проекта оценивается в 9 миллиардов рублей. На территории аквапарка будут рестораны, спа и парковки на 300 машиномест. Строительство начнется весной 2018 года, а вод объекта в эксплуатацию запланирован через 4 года, в 2022. Реализация этих проектов создаст дополнительные рабочие места, налоговые поступления и привлекут туристов. На форуме также подписан проект по строительству многофункциональной телекоммуникационной сети, которая обеспечит доступ в интернет по всему Сочи до конца 2019 года. И соглашение о комплексной застройке улицы Аэродромной Лазаревского района. Это возведение социального жилья, объектов социальной, бытовой и инженерной инфраструктуры. Еще один важный проект – строительство новой пешеходной зоны в Эмеретинской низменности. Двухстороннее соглашение об этом было подписано группой компании «Эмеретинский» и администрацией Сочи. Площадь пешеходной зоны составит 12 гектаров. Проект планируют реализовать до 2021 года. Инвестиции составят около 500 миллионов рублей. Нужно консолидировать земельный участок, нужно сделать проект планировки территории, нужно изменить границы транспортной безопасности. Здесь много проблем юридического свойства, поэтому сейчас мы занимаемся именно этим. В перспективе пешеходная набережная курортного района объединит весь Эмеретинский променад в единое пространство, став одним из крупнейших центров развлечений и активного отдыха. Ключевой для нас точкой – это развитие рекреационного потенциала этой территории, поэтому поддержим создание новой рекреационной зоны вокруг Марины и Эмеретинского. Здесь с точки зрения концепта будет, во-первых, продлена существенно набережная, то есть увеличена прогулочная зона. Очень многое предложено сделать для того, чтобы она была качественной, для того, чтобы она была интересна и жителей, и гостей курорта. Всего на инвестиционном форуме было подписано 5 инвестиционных проектов на сумму порядка 15 миллиардов рублей, а также соглашение о ежегодном проведении в городе детского хоккейного турнира «Кубок Газпромнефти» и по созданию киностудии. Кроме того, город представил 10 мультимедийных презентаций, которым только предстоит найти своего инвестора. Кстати, следующий инвестиционный форум планируется провести в феврале. В рамках экономического форума вице-премьер России Ольга Голодец посетила сочинский профессиональный техникум, где познакомилась с работой ресурсного центра по энергетике. В техникуме сейчас учатся более 740 подростков, которые получают знания по семи специальностям. Центр создан в рамках социального партнерства с компанией «Кубаненерго». На этой базе учащиеся получают навыки, которые уже смогли применить на практике. Многие из воспитанников техникума участвовали в национальном чемпионате, молодые профессионалы и заняли призовые места. Однако, несмотря на хорошие показатели подготовки, Ольга Голодец заметила, что учащимся профлицеев и техникумам нужно больше уделять внимания фактору времени. Наши ребята, они не приучены к тому, что на каждой норме существует время. Что есть норматив по времени. И больше этого времени затратить, это уже ты выходишь за пределы эффективности. И в этом смысле, конечно, такая система обучения, которая у вас внедрена, это абсолютно хорошая показательность. Ольга Голодец поблагодарила коллектив техникума и руководство, города и края за создание таких ресурсных центров и пожелала воспитанникам успеха в предстоящем чемпионате профессионалов, который состоится в следующем году в Краснодаре. В ответ ученики подарили вице-премьеру деревянную шкатулку, сделанную своими руками. Судебные приставы Кубани получили собственное знамя. Сегодня на Соборной площади его вручил директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков. На торжественной церемонии присутствовал и губернатор края. Перед тем, как передать знамя региональному управлению, его осветили. Сегодня особо незабываемый день для судебных приставов Краснодарского края. День, когда Краснодарскому управлению вручается знамя. На протяжении многих веков знамя является неувидаемой святыней, символом чести, доблести и славы. Знамя, вручаемое вам сегодня, является символом возрождения традиций, завещанных нам дедами и отцами, старшими товарищами. Именно теми ветеранами, благодаря которым мы имеем возможность совершенствовать и развивать потенциал нынешних судебных приставов. Сегодня ваша работа, вместе взятых, и каждого из вас показывает эффективность работы судебной системы. Вовремя наложенный арест и есть результат огромной в целом деятельности работы всей правоохранительной системы и судебной власти. Вместе мы делаем экономику Кубани. Для нас это принципиально, потому что только все вместе мы можем сегодня нести ответственность за результат и будем нести ответственность за результат жизни в нашем крае. Вениамин Кондратьев также добавил, что в совместной работе администрации и службы приставов необходимо повышать собираемость налоговых недоимок и активизировать усилия по борьбе с самостроями. Снова авария, снова перекресток в Дагомысе. Столкнулись два автомобиля, а повреждения получили пять. Перекресток Батумского шоссе и улицы Армавирской. Хорошо видно, как черный БМВ на скорости перестраивается в другую полосу. В это время Мерседес поворачивает налево. В результате столкновения пострадали и соседние машины. Формальный X5 находился на главной, однако перестроился он в нарушении правил. Разметка позволяла либо ехать прямо, либо уйти влево, но никак не направо. Подобные аварии на этом участке дороги – не редкость. Прямая федеральная четырехполосная трасса, выезды из поселка на нее и, к сожалению, культура вождения этому способствует. Рухнувшее дерево на переулке Рабочий ликвидировала служба спасения города. Во время сильного ветра растение упало на газопровод. Тогда аварию устранили практически сразу. Теперь принялись за ликвидацию соседних аварийных деревьев. Когда этот граб рухнул, жизнь на улице Пионерской была парализована. Дерево задело газопровод и повредило линию электропередач. Жители обратились к главе района с просьбой убрать рухнувшее дерево. В течение суток впоследствии были ликвидированы. Работали службы газа, электросети. Все совместные ликвидировались в течение суток максимально быстро. После сегодня, чтобы не допустить повторения, ведутся работы по уборке аварийных деревьев в этом районе. Команда профессионалов справилась с поставленной задачей за считанные часы. Отлаженные действия службы спасения – это результат ежедневной работы. Всего с начала года в Сочи было ликвидировано более 150 аварийных деревьев. О них, как правило, сообщают сами горожане. Обнаружить их можно по следующим признакам. Признаки аварийности следующие. Поднившие корни, поднившие основания, верхние ветки, высохшие деревья. Также деревья, которые опасно нависают над автомобильными дорогами, линиями электропередач. Специалисты отмечают, самыми аварийными деревьями остаются тополя. Слабая корневая система просто не подходит для горной местности Сочи. И каждый раз, когда поднимается ветер, службе спасения приходится выезжать на ликвидацию подобных аварий. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ. Более тысячи тонн мусора убрано в Сочи. Таковы итоги акции «Чистая вода Евразийского», организованной сотрудниками Сочинского водоканала. Накануне десант чистоты высадился в Лазаревке у реки Псезуапсе. Перекресток улиц Малышева и Тормахова – один из самых живописных уголков Лазаревского района. Неподалеку от набережной многоквартирные дома. И стоит отметить, что место для пикников и прогулок граждане стараются содержать в чистоте. Тем не менее, убирать есть что? Окурки, бутылки, пластиковая посуда, части бетонных конструкций, автомобильный бампер, засохшие ветки и прошлогодние елки. Кузов КАМАЗа наполнился за считанные минуты. Перчатки, грабли, веники – уже привычный набор для сотрудников Сочинского водоканала, работников администрации, политических деятелей, депутатов городского собрания и неравнодушных к экологии курорта сочинцев. Удалось зажечь в людях эту идею, убирать родной город, наводить порядок. Считаем, что все-таки наименьшее внимание из-за удаленности все-таки оказывается Лазаревскому району, поэтому хотим свой долг отдать реке Псизуапсе Лазаревскому району. За время проведения акции «Чистая вода» Евразийского, которая прошла в рамках реализации федеральной целевой программы «Вода России», был наведен порядок в восьми точках города. В Дагомысе, в центре курорта, неоднократно мусор собирался у реки Хирота и здесь, у Псизуапсе. Хочу отметить активное участие в Сочи. Было проведено не менее 25 аналогичных акций только в Сочи. Их около 10 на одной реке. Проблемная Хирота, шесть раз собирались участники мероприятия. А так, в целом по краю, до 500 человек в общей сложности, не менее 500 человек в общей сложности приняло участие. Десятки и десятки автомобилей с бытовым мусором были вывезены на свалки, на полигоны ТБО. Результат работы сочинцев – более 100 тонн вывезенного мусора. Вот и на этот раз две грузовые машины были загружены по полной. После уборки участники акции получили приятные подарки за активную деятельность на ведении порядка. Завершился восьмой по счету субботник «Чаепитие». Но, как отметили сотрудники водоканала, в следующем году десант чистоты вновь выйдет к берегам рек. На сегодняшний день Сочи по-прежнему занимает лидирующую позицию в конкурсе Центробанка по выбору изображений на купюрах номиналом 200 и 2000 рублей. Хотя, как известно, лидерство – это еще не победа. Тем более, что Сочи находится заведомо не в выигрышной ситуации. 1 октября, в единый день голосования, в рамках Дня открытых дверей, Банка России сочинцы не смогли отдать свои голоса за фишт и розу хутор. Это как два мощных объединяющих символа, которые сплотили весь наш Краснодарский край, всю Россию в единых олимпийских и паралимпийских победах. И это совершенно обоснованно и заслуженно. В день открытого голосования, оффлайн голосования, когда люди могли прийти и в день открытых дверей Центробанка продемонстрировать свое волеизъявление за тот или иной вид на банкноте, у нас этой возможности в городе Сочи не было. Но тем не менее, в Краснодаре люди действительно стояли в очередь для того, чтобы отдать свой голос за город Сочи. К слову, отделение Центробанка в Сочи есть, но принимать анкеты могли только региональные отделения, ближайшие в Краснодаре. Поэтому вместо сочинцев в определении судьбы новых купюр приняло участие огромное количество краснодарцев. То, что Сочи борется в неравных условиях, жителей краевой столицы возмутило. Впрочем, как и самих жителей Олимпийской столицы. Ведь наш город, город является достопримечательностью всей страны. И голосует вся Россия за наш город. И, конечно, многие сочинцы очень хотели проголосовать. Но, к сожалению, очень большое количество людей осталось за бортом этого голосования, потому что, к сожалению, в Сочи нет офиса Центробанка. Пожилые люди, ветераны всех категорий, труженики тыла, пенсионеры, вы понимаете, они с удовольствием бы пришли и проголосовали. Но не каждый может пользоваться сайтом. И мы считаем, что это огромное упущение. И я убедительно прошу, всех, кто не успел проголосовать, обратитесь к своим близким, родственникам, друзьям, кто может выйти на сайт. И вот в эти последние дни отдайте голоса за наш любимый город. До конца голосования остается пять дней, чтобы новые купюры назывались сочинскими. Свой голос необходимо оставить на сайте твояроссия.рф. Подведение итогов – 7 октября. В этот же день объявят двух победителей. Обнимаем землю добротой. Так назвали праздник, который накануне прошел на Цветном бульваре. Мероприятие организовали ТОС Гагаринский и общественная организация «Сибирское землячество», которое объединяет сибиряков, в разные годы переехавших в Сочи на постоянное место жительства. Праздник на Цветном бульваре посвятили Дню пожилого человека. Он во всем мире отмечается 1 октября. В мероприятии приняли участие творческие коллективы города, школьники и представители казачества. У нас хорошие домкомы, хорошие активисты общественных организаций, казачества, которые принимают всегда посильное участие, не только личным примером, показывая молодежи, что у нас все развивается, идет по правильному направлению. «Сибирское землячество» в 2006 году взяли шерство над Цветным бульваром. Мы ухаживали за деревьями, подрезали, подбеливали. Ну, короче говоря, мы наводили порядок здесь. И после того мы несем ответственность и проводим здесь все праздники. В ходе праздника состоялась церемония награждения самых активных жителей района. Отметили в том числе и футбольную команду микрорайона «Гагаринский», в составе которой спортсмены от 60 лет и старше. Добавлю, что подобные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, прошли во всех районах курорта. Смех и веселье в подарок. Сочинским ветеранам труда администрация города вручила 250 пригласительных билетов на цирковое представление. Старшее поколение горожан с удовольствием приняло подарок. Воздушные гимнасты под куполом цирка – это всегда было и остается одним из самых захватывающих моментов программы. Зрители буквально замирают. На этом представлении полный аншлаг. Половина зрителей – люди, что называется, серебряного возраста. 250 пригласительных билетов вручили сочинцам в честь Дня пожилого человека. Как и все остальные гости цирка, они смеются над клоунами, поражаются возможностями животных и переживают за акробатов. А это вот замечательный отдых. И я бы всем обратился, особенно ветеранам, давайте посещайте цирк. Вы отдохнете и будет замечательно, хорошее настроение. А хорошее настроение – это хорошее здоровье. Ветераны труда признаются, в цирке бывают редко, разве что с внуками за компанию. Такой подарок от администрации стал настоящим сюрпризом. Тем более, что уже слышали об эффектном представлении. Собаки в упряжке и танцующие северные олени – такие удивительные животные – разбудили во взрослых людях любителей цирка. А у такого зрителя возрастных рамок, как известно, просто нет. У меня даже слезы, когда зверей показывают, оленей. Тем более, что я жила 8 лет на севере. Поэтому это очень шикарно, тем более, это впервые. Люди не стареют. Душой молодые всегда. Поэтому цирк всегда нужен. В одном ряду с почетными гостями цирка – самые маленькие сочинцы. Они невольно стали еще одним подарком для старшего поколения горожан. Детский смех и веселье для тех, кто сегодня отвлекся от домашней суеты и просто радуется жизни. Там интересно, красиво, хорошо все выступают. Потому что там много разных фокусов, а еще там выступают и еще много разных вещей делают. Рассказывать о своих впечатлениях готов каждый, особенно приглашенные ветераны труда. Эмоции их буквально переполняют. Сочинский цирк всегда был гордостью города-курорта. И кому, как не старшему поколению, об этом знать. Теперь поход на представления многие из них хотят превратить в добрую традицию. Ольга, 10-го, телекомпания, ФКТ. Отметить День пожилого человека можно по-разному. В Сочинском скай-парке новый рекорд. Прыжок совершил ветеран Великой Отечественной войны. Самому взрослому прыгу, ну, теперь 87 лет. Ветеран Великой Отечественной Борис Графов совершил прыжок с высоты 69 метров. Борис Михайлович прошел войну. Всю жизнь проработал на высотных объектах. В парк пришел с твердой решимостью прыгнуть с высоты 207 метров. И в качестве разминки совершил первый прыжок с высоты 69 метров. А за пару дней до этого скай-парк посетил Евгений Захаров. В 1936-го года рождения ей также бесстрашно покорил эту высоту. 5 октября в России отметят День учителя. Сегодня, накануне праздника ветеранов педагогического труда, поздравил глава города Анатолий Пахомов. Для них был организован праздничный обед в ресторане. В таком составе педагогам со стажем удается собраться крайне редко. Оттого и встреча прошла в достаточно теплой атмосфере. Вспоминали годы своей работы в школе и обсуждали новости в свете назначения нового министра образования России. Собралось много гостей, которые, конечно же, со сцены поздравляли учителей с профессиональным праздником. Это и представители городского собрания, и профсоюза работников народного образования. Приветствовал собравшихся глава города Анатолий Пахомов. Действительно, это самый замечательный праздник, потому что самый дорогой человек у каждого молодого человека, да и потом, это учитель. Это тот, кто в семь лет взял его за руку и десять лет готовил к самостоятельной жизни. Учил, воспитывал. С праздником вас, дорогие друзья! А во вторник все учителя города соберутся в зимнем театре. Там пройдет концерт, организованный силами педагогов. Своего рода педагогический капустник. В Сочи открылся фестиваль классической музыки, легенды летнего театра. Он стартовал в субботу и продлится шесть дней. О программе и идее фестиваля организаторы рассказали на пресс-конференции. Цель мероприятия – продолжение и развитие традиций летних сезонов, существовавших в Сочи в 50-е и 70-е годы. Тогда на Курорсе в летнем театре выступали лучшие отечественные исполнители – дирижеры, пианисты, скрипачи и вокалисты. Сегодня эта традиция возрождена силами Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра «Классика». Вот чтобы нам в Ленинграде дождаться знаменитых гений, хвостов, коколь, андраж, проходило два, три, четыре, пять лет. А сюда они приезжали, что-то не каждый год. Такой концентрации гений, как летний театр, я не знаю. Фестиваль – это шесть концертов классической музыки. Все они пройдут в летнем театре имени Фрунзе. Открытие состоялось 1 октября. В День музыки и до 6-го числа сочинцы и гости курорта могут посещать концерты ежедневно в 19.30. Вход бесплатный. Продолжение съемок фильма «Бриллиантовая рука». В таком художественном формате санаторий «Знания» отметил День туризма. Здесь, на территории санатория «Знания», каждая организованная площадка напоминала кадры из любимого всеми фильма знаменитого режиссера Леонида Гайдая. Вот руководитель здравницы подъехал на ретро-автомобили. А вот импровизированная булочная, где прямо в сетке уже упакован набор популярных в те годы продуктов и непременно газеты, откуда черпались последние новости из жизни страны и города. А тем временем гости – это все те, кто организовывает и помогает отдыхающим добраться до Черноморского побережья и комфортно здесь провести время, начиная с турагентства, заканчивая фирмами, которые поставляют санаторий посуды, посильное белье. Сегодня были приглашены на вечеринку, чтобы в неформальной обстановке подвести итоги своей работы. Мы выйдем по этому году на 115%. То есть для того, чтобы разметить всех желающих, мы арендовали соседние отели и предлагали нашим гостям, которые уже не помещаются в санаторий, останавливаться поблизости, а к нам приходить за процедурами, в бассейн, в наш замечательный парк, в нашу новую библиотеку. И, конечно же, ради тех культурных мероприятий, которыми так славится жить в санатории «Знания». О санатории «Знания» в этот вечер в рамках популярной киноленты писал свой кинороман о жизнездравнице 21 века. И дело даже не в цифрах, сколько приедет гостей курорт, а в том, насколько качественно здесь организован санаторный отдых туристов. Сочетание цены и качества, плюс хороший сервис и лечебная база. Об этом говорили собравшиеся, для которых были подготовлены приятные напитки и закуски. Здесь, в городе Сочи, в самой крупной курортной столице и действительно столице России, всегда тепло, комфортно и уютно, независимо от погоды. Хочется поздравить всех присутствующих с санаторным курортным комплексом «Знания», пожелать дальнейшего развития, процветания, а городу Сочи всегда высокого сезона. Все партнеры санатория «Знания» были награждены памятными подарками и благодарностями. Кстати, в таком формате вечернеделового ужина «Знания» отмечает День туризма уже четвертый год подряд. Современно, красиво и необыкновенно ярко. Елена Всецина, Дмитрий Даниловский, телекомпания «ФКТ». И на сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши, а всего вам самого доброго и до встречи в эфире.